Документальное кино В первом выпуске проекта «Сила в семье» мы обсуждаем, как сохранить крепкие и качественные отношения с супругом на долгие годы. Сначала посмотрим фильм об удивительной паре, которой в браке аж 62 года. А потом вернемся в студию и узнаем, а можно ли это повторить. Смотрим фильм. Это кавказские мужчины. Они всегда рисуют Эльбрус. Эльбрус – это у них фишка. Какие мы страны Валя посетили? Смотри, Германия, Числовакия, Польша. Болгария. Это вы Болгарию? Меня не пустили в Болгарию. Я не пустили, да. По форме допуска. Китай. Китай вообще Болгарас. На Кавказе есть такое Тамбуканское озеро, со дна которого черпают целебную грязь и разводят по всем курортам. Литва, Латвия. Литва, Латвия, Эстония. Да. Мы всегда с путешествий привозим себе на память пару миниатюр. Это, например, на памяти Кисловодских. Вроде как путешествие было приятное, и чтобы еще на памяти что-то оставалось. Украина, Белоруссия, Грузия. Валя я не была в Украине. А ты была, не была. Как ты не была? Во Львове где кто был? А я во Львове была. А в Одессе кто был? Я была в Одессе. Что подсказать? Да. С памятью, с возрастом. Мы всегда вспоминаем. И без этого. А это же наша общая жизнь. Это наша общая жизнь, наши впечатления общие. Интересно, что совпадение впечатлений. Вот то, что мне интересно, оказывается, ему тоже интересно. И кстати, дядя Березович. Это было 62 года назад. 62 года вместе. 64. 1 мая 64 исполнилось. А 62 в августе, это будет со дня свадьбы. Мы познакомились на майские праздники, на 1 мая. На танцах в общежитии. 60 с лишним лет уже смотрел. Не надоедает? Нет. Ну, первый взгляд, конечно, на фигуре задержала. Тогда я, конечно, худенькая была. Да, худенькая, стройненькая была. За эти годы набрала весу. Килограммчиков 20, наверное. Больше. Больше, да? Больше. Что вас так в ней задержало, так, что потом 60 лет прожили? А что оценивать? А ну-ка расскажи. Ну, может быть, я не требовательная была все-таки? Не, не требовательная. Не-а. А что требовательная? Симпатичный, скромненький. Да красавец был. Что там говорить? Я вам фотографию покажу. Был красавец. Вам тоже понравится. Салыш, салыш. А брови-то брови. Ну, что там говорить? Симпатичный мальчик. Сколу я закончил в Южно-Курильске. Это остров Кунашир. Человек никогда не слушал музыку. То есть жил вдали от центров музыкальных. Вот меня что удивило. Я ходила на концерты, на каждое гастроли. На все концерты ходила. И он со мной ходил. Давно я тебя не видела в костюме. Это как ни странно, я же подавно я одевал костюм. Джемпер, джемпер одевает. Трудно предугадать. Столько вокруг обстоятельств, которые могут препятствовать. Разрушить. У него братья и сестры. Может быть, я им не понравлюсь, предположим. Да, родителям не понравлюсь. Ну, я ему говорила, что были смотрины. На Курилы полетела весть. Валентин гуляет с какой-то блондинкой. Ну, встречались, встречались. В результате он сообщает домой. Семья-то на Курилах жила. Он сообщает домой, что вот появилась девушка. И у меня такие-то намерения. Сразу вылетел. Скурил во Владивосток. Вылетел отец. Строгий был. Очень строгий. Была назначена встреча. Я запаниковала. Идти навстречу не в чем. Как всегда, платья нет. Збегала на бароколку. Одобрил. Назначили свадьбу. Кстати, шкаф этот делал дедушка Ольги Владимировны, когда плавал на судах. Это наследие. Царское наследие от деда. Ну, у них же интеллигентная семья была. У нас тоже рабочая, крестьянская. Вы меня в тот раз спрашивали. Я растерялась, не рассказала вам. О чем? Ну, вот сейчас он уйдет, я вам расскажу. Да? Да. Интересно. А с ним на секрету, что вы говорите? Почему теперь говорите? Ну, я тоже не скажу. Ну, уже выходите? Смотрите, вот у него семья большая. Ну, что, я там сразу, что ли, всем понравился? А потом, какой у меня там звание? У меня там звание невестка. Невеста как любит? Редко. Так скажем. Поэтому лишний раз не высказывайся. А уж тем более что-то негативное, не говорить плохо о его родни. Это очень важно. Это, вы знаете, может просто разделить людей. И потом, я всегда думаю, знаете, о чем? Как я выгляжу, когда я ору. Это же ужасно. Нельзя этого допускать. Всегда надо вот думать, как ты выглядишь в глазах мужа. Нет. Вот нельзя себя ронять. Ронять себя невестя. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сейчас я открою. Сейчас открою. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Послышь, что уже идет. Ку-ку. Привет. Привет. Находите. Молодец. Мучился, да? Да, я вы внучка, да? Да, внучка. У бабушки и дедушки три внучки и один внук. Ну, я этим правду. Они всегда поддерживают друг друга. Путешествуют вместе, на даче вместе, дома вместе. Всегда вместе. Ну, мне кажется, что с одной стороны тяжело сохранить так долго такие чувства друг друга, заботы и всего. А с другой стороны это так здорово, что несмотря на то, что они уже 60 лет вместе, они до сих пор так относятся друг к другу. Первый пароход «Аргунь» вышел в 1854 году. И по торжественным дням, одержимый холопским недугом, разрешите их... Что, обязательно? Ну, а как же вы думали? Я читаю. Я свое дамское чтиво читаю. А он вычитал в газете по его интересу, он считает, что мне это очень важно. Мне это обязательно надо прочесть. Конечно, я должна отложить, я должна прочесть. Я должна сказать, совпадает ли у нас или не совпадает. А почему вы должны? Вы же можете отказаться и не читать. А как же общаться? Или вот прочитать или совпало мнение, или мы будем спорить. А как же общаться или не общаться? Вот, например, что все-таки дефицит питьевой воды на земном шаре. Дефицит страшный. Китайцы очень заинтересованы в нашей воде, в Байкальской. Для этого надо строить большой водовод. 4,5 тысячи километров. Они уклоняются пока от оплаты водовода. Без воды, оказывается, многие страны страдают. Кто у вас в семье главный? Он главный. Нет, да вообще-то по природе мужчин должен быть главный. Так же определено природой. В самом деле? Да. Ну вот вы посмотрите. Хоть в государстве, хоть в семье. В основном мужчины. Бывают женщины, но редко. Да пусть, пусть кому-то это. Редко. Мы все равно все по-своему сделаем. Жена шея. Конечно. Куда повернет, туда и гну. А потом, может быть, это и удобно. Жена примет решение, а он все скомандует исполнять. За стол. Степаныч. Вот так поставили. Что он сейчас, пожалуйста? Степан, иди сюда. Как правильно ссориться, Валя? Ну как правильно ссориться? Ну уж, по крайней мере, не упираться, знаешь, в свое. А подумать. А как же свои интересы? Ой, немножко надо интересы свои регулировать. И подумать. А так и надо это тебе. Что ты вот уперся и настаиваешь. Настолько уперся, чтобы разрушить отношения. Это вообще не годится. Все-таки отношения важнее. Иногда я вспылю, бывает, она говорит, это такие мелочи, такая ерунда. Грубо говоря, разбросанные носки. Вот надо прям в эту секунду убрать там. А бабушка у меня всегда говорит, ну что эти носки? Зато вместе кажется, что вот, это очень так. А на самом деле нет. Главное, что время. Кто чаще неправ? Да я, наверное, потому что у меня немножко погорячее характер. Неправа. Почему? Да, почаще, конечно. Ну я же более сознательный, более изобретательный. А как с женщиной помириться, чтобы она простила? Ну по-разному. Тут в зависимости от обстоятельств. Надо же знать свою женщину. Что ей больше нравится. Теплое слово там, поступок какой-то там или еще что-то. А вашей что, нравится больше? Всего нравится. Со всех сторон надо подходить. Точно. Что? Сейчас ложку. Что такое? Сейчас все досуну. Сейчас все. Мы вчера пирог делали, с Виэль. И тебе принесли. Хорошо. Что-то ищет данный пирог. Не заходит. Это там две чашечки. Ты попробуешь, скажешь. Покажи, покажи. Потом, раз кому шмахнетесь рецептом. А это бабушкин рецепт. Это было с бабушкин рецепт. Надо, получается, с терпением к эмоциям относиться? Обязательно. Обязательно. Как говорится, прощать дурь. Если сорвался, то... А вам приходится терпеть вот эту излишнюю разумность? Да. Я бы сказала, занудство. 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 Правильных людей не любят, вы знаете. Нет. Были такие ситуации, когда чувствовали особую поддержку жены? Да. Да. Были определенные сложности в жизни. Нужна была поддержка жены. Она поддержала, помогла. Ну и что, немножечко перебирал лишнего. А она как? А она боролась, чтобы прекратил. А как боролась? Ну, пить надо в меру, я сказал еще меру. А если больше, это уже не надо. Был тяжелый период. Потому что его на работе очень любили, как сына. И любовь эта вылилась, как водится. Стали запиваться. А потом стали в дом ходить люди к нему. Страшные люди. В доме было очень тревожно. Чужие люди. Неизвестно кто, что. Была одна попытка на кубика. Была вторая попытка на кубика. Была третья попытка на кубика. Все время пыталась. Я все время пыталась. Все время пыталась. Старалась, боролась за меня. Живет уже. Он сказал, Оля, я не хочу больше жить. Он не хочет больше жить. Понимаете? Это вообще трагедия. А что подействовало? Ее уговоры или сами как-то поняли? Да все вместе, наверное. Ну, как я, значит, видимо, проявил определенные силы Оли. И прекратилось, а дело дальше. Вот я считаю, что вот только моя поддержка поддержала его, да. Потому что прямо надо сказать, что он меня всю жизнь любил. Всю жизнь любил. Понимаете? И как-то для него это было, видимо, важно. Расчетку? Расчетку я возьму сейчас. Сейчас я возьму. У меня есть. Маленькая. Вот она маленькая. Вот я ее взяла. Я счастливая женщина. И у меня очень удачный брак. Очень удачный. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Проходите второй этаж. Видите, мы все любим. Читать мы любим. Оба. Музыку мы любим. Дачу мы любим. Сегодня впервые в Хабаровске прозвучит современное произведение. Насколько мы успешны в этой даче, мы не говорим про это. Но в этой даче были маленькие дети еще. Дачу мы уже завели после 40 лет. И все-таки должно быть совпадение интересов. Обязательно совпадение интересов. Побольше внимания и терпения друг другу. И все-таки любить надо. Конечно. Конечно. Удивительная теплая семья. Как сохранить крепкие и качественные отношения с супругом на долгие годы, обсудим сегодня в проекте «Сила в семье» в студии телеканала Хабаровск клинический психолог и семейный психотерапевт Игорь Любачевский и психолог-гипнотерапевт, имеющий широкий опыт консультации семей Валерия Чернышева. Добрый день. Общаясь с семьей, про которую мы сейчас посмотрели фильм, создавалось ощущение теплоты, поддержки, что-то вошло в кадр, что-то осталось за ним. Но, в общем, какая-то общая атмосфера – это крепкая семейная партнерская связь. Но это мое восприятие. Что скажут психологи? Скажите, как психологи, как вам отношения ребят через 62 года брака, кто начнёт? У ребят прекрасные отношения. И на самом деле, мне кажется, вот эта семья, она одна из многих других семей, которые действительно сформировали такие отношения, которые больше, чем конфликт. Вот любая супружеская пара, вернее, даже не сама пара, а её крепость, определяется возможностью расстановки приоритетов. Вот когда пара правильно расставляет приоритеты между конфликтом и отношениями, у них есть возможность, потенциал, опираясь на любовь к друг другу, на уважение, на нежность. Я слышал, что сказал мужчина. Опираясь на это, они более способны выдерживать любые кризисы. Собственно, наверное, этим и отличаются те пары, которым не удаётся пройти, например, какие-то кризисы, потому что их потенциал совместный, он чуть-чуть меньше. А тем, кому удаётся, у тех всё хорошо. То есть неизбежность кризиса, но отношения должны быть выше. Они должны быть больше. То есть вот эта вот ценность того, что ты есть у меня, я есть у тебя, и между нами есть что-то большее, чем наши ссоры, вот это большее, оно и есть вот та самая любовь, о которой все так часто говорят. С Игорем согласна, на самом деле, касательно вот аспекта кризисов. Мне очень как-то запала в душу фраза героини, когда, героя точнее, да, главного, когда он сказал, что ну надо свою женщину знать. И вот мне кажется, что ещё крепость союза зависит от того, насколько мы знаем друг друга и себя самого. Потому что она как раз говорила о том, что а у меня вот такие интересы были, а я его там тоже подтянула к этим интересам. И здесь, мне кажется, вот про общие ценности, но и знание себя, и возможность как раз-таки заинтересовать партнёра, это создаёт, ну, прям узы. Мне кажется, это вот есть про узы. Когда не только мы справляемся с тяжёлыми ситуациями, но и в какие-то более приятные, радостные моменты мы их тоже можем разделять. Вот это, по-моему, самый главный такой критерий. Ну, один из главных. Сейчас прервёмся на небольшую рекламу и вернёмся в студию обсуждать, как создать подобные отношения. В эфире проект «Сила в семье». Сегодня обсуждаем, как создать крепкие долгосрочные отношения с супругом. Вообще, 50 лет в браке или больше, или меньше, это обычно воспринимается как вершина супружеского мастерства. А насколько вообще это важно, насколько ценно иметь и строить такие отношения? Ну, есть такая расхожая фраза, что всё-таки брак – это запрос на счастье. Вот. И если вы говорите о том, что насколько ценно время совместного, ну, совместное проведение времени, но это как раз и есть тот запрос на счастье, который строят пары. Вступая в отношения, всё-таки отчасти мы все верим в то, что наши отношения будут не просто крепкими, они будут нашими. Вот эта родственность, да, что ты мой, я твоя, и я при этом чувствую партнёра, и он меня тоже чувствует, создаёт крепкие отношения, в которых, ну, чем дольше, тем лучше. Бывает так, что пара настолько долго совместно живёт, я их называю содой, ну, в том смысле, что у соды срок годности больше 100 лет, и это вообще, ну, это то вещество, которое не способно там меняться со временем или портиться. Вот если паре удаётся создать вот это ощущение, что каждый день, когда ты сидишь вместе с партнёром, когда ты ездишь с ним на дачу, или просто общаешься, или работаешь вместе, если у тебя получается каждый видеть в нём вот этого близкого тебе человека, если между вами нет дистанции, и ещё, наверное, важно, чтобы у вас был совместный какой-то юмор, ну, либо друг над другом, либо над чем-то ещё, то это классный запрос на счастье, ребята, и здесь, наверное, срок вообще не имеет никакого значения. Наверное, лучше больше, чем меньше. То есть долгосрочность – это вот как раз… к ней стоит стремиться? Мне кажется, что всё-таки, когда мы вступаем в отношения, мы хотим какого-то себе… почему-то слово «собутыльник» приходит, но имеется в виду, что человека, который с тобой рядом в каких-то разных сумасшествиях, так скажем, да, то есть куда-то в поход пойти, там, я не знаю, в 4 утра на звёзды смотреть, ещё что-то, ну, безумства какие-то совершать, условно говоря, вместе. Не только, конечно, безумства, и на дачу, и в поход, и в кино. Но и как-то вот действительно быть одному, наслаждаться собственным одиночеством, ну, это тоже классно, но очень здорово, когда у тебя есть ещё партнёр, с которым ты можешь разделять, ну, вот быть как бы и в одиночестве, где-то находить там возможность для уединения, ну, и быть с партнёром вместе. И здесь по поводу вот этого долгосрочного, ну, такого сотрудничества в паре, мне кажется, мы за быстрый период не успеваем узнать ни себя в этих отношениях, ни партнёра, а чем дольше эти отношения длятся, тем больше мы вот как книгу там изучаем друг друга, и это тоже определённый интерес, потому что, ну, мне кажется, чем дольше отношения, тем вот глубина, она становится такой неподдельной, и близость вот это, вот единение душ каких-то, ну, вот такой вот момент, когда ты, этот человек не просто родной, а вот как кровиночка какая-то уже, да, то есть настолько вот душа, как там говорят, муж и жена – одна душа, вот про это. И мне кажется, это самое ценное, вот оно такое неподдельное, и там бывают и невзгоды, и радости, но всё-таки чем дольше мы, тем глубже как-то вот так. Я бы добавила здесь ещё, что почему фактор длительного времени так важен на самом деле, и про любовь тоже, но есть ещё две вещи, которые делают отношения крепкими. И когда мы работаем с парами или мы встречаемся с различными кризисами, эти два фактора имеют большое значение. Первый фактор – это стабильность, второй фактор – это предсказуемость. Предсказуемость, то есть некая эмоциональная безопасность, когда ты видишь партнёра, и ты понимаешь, что он будет реагировать на какие-то ситуации одинаково, это создаёт ощущение действительно эмоциональной безопасности рядом. И эти два фактора рождаются только в длительных отношениях. То есть в коротких отношениях, ну что там, ну роман, да, то есть там ты вот увидел, что человек так отреагировал, думаешь, ну, может, настроение такое было. И именно длительные отношения рождают эти два фактора, которые, собственно, и укрепляют эту близость. Вот эта близость, как любовь, как некая связь, я думаю, что строится не только на страсти, но любви – это всё круто, конечно, ребят, но должен быть фактор стабильности отношений и предсказуемости этой самой стабильности. Тогда действительно ты видишь в партнёре объект, субъект, человека, который каждый день разделяет твои переживания, помогает тебе жить, и ты помогаешь ему ответ. Как построить такие замечательные качественные отношения? Наша кинопара, да, вывела свой рецепт, быть терпеливее и любить друг друга надо. Этого достаточно? Ну, почему нет? Они молодцы. Ну, в смысле, вот я много раз удивляюсь, что не обязательно знать психологию для того, чтобы хорошо жить. То есть психология – это не обязательный запрос для населения, ребят. Психология – это скорее про качество отношений, про качество близости. Вот то, что говорят ребята, которые прожили вместе, они на самом деле фактически отражают рецепт достаточно счастливых отношений. И я здесь добавлю просто пару вещей, наверное, которые могут быть полезны. Вот помимо того, что говорят персонажи, герои сегодняшнего вот этого эфира, я бы рекомендовал, наверное, парам действительно ориентироваться на две вещи. Первое – это работать над тем, чтобы твой партнер не казался тебе в голове опасным, потому что часто, когда ты живешь в браке, у нас есть такое ощущение, что партнер, ну, как-то вот плохо отреагирует. И мы в голове уже начинаем фантазировать, как он отреагирует, и в конце концов возникает ощущение, что пара начинает ругаться по пустякам. Почему? И когда начинаем разбираться, оказывается, что кто-то подумал, что другой вот так скажет, кто-то подумал, что другой так себя поведет. И вот это вот первый фактор, над которым, собственно, работает семейная психотерапия. Примитивная такая. А это не примитивная, это называется фактором проекции. То есть ты, живя долго с человеком, создаешь у себя в голове образ партнера, в который ты наполняешь некоторые недосказанности, некоторые обидки, раздражения. Когда мы каждый раз контактируем, мы дополняем этот образ, и в конце концов мы контактируем не с реальным человеком, а мы уже с фантазией. Поэтому возникает ощущение, что типа я тебе сказал нормально, а почему ты воспринимаешь, как будто я нападаю на тебя. И вот первый фактор – это верить в то, что партнер всегда в команде с тобой, что я всегда в команде. Очень часто пара приходит к кризису, видя в друг друге врага. Они как будто бы борются уже не с проблемой, которая между ними, конфликтом, кризисом, болезнью, а как будто друг с другом. И вот поэтому я часто говорю, что вам нужно начать работать как команда. Тогда вам удастся преодолеть эту трудность. А второе – это эмоциональная отзывчивость. Сью Джонсон, которая создала направление психотерапии, связанное с консультированием пар, одна из многих специалистов, говорила, что главным фактором стабильных отношений является всё-таки эмоциональная отзывчивость. Не страсть, не любовь, не вера, а именно способность отзываться на трудность партнёра и способность понимать, что ему нужна помощь, ему нужна поддержка, как и мне. И вот эта форма отзывчивости, когда она превращается в заботу, даёт паре хороший буст, хорошее развитие на будущее. Мне кажется, всё-таки в добавлении к этому, когда люди находятся в отношениях, имеет, ну, как я уже и говорила, что я, в принципе, и заметила в фильме, имеет место именно узнавание не только друг друга, но и самого себя. Я это даже на своём собственном опыте, потому что, ну, я второй раз в браке, и это уже другой, более такой долгосрочный брак. Я могу здесь уже по своему опыту сказать, что когда я начала узнавать себя, вот Игорь говорил про проекцию, да, действительно, мы навешиваем на другого, но ведь ещё бывает эта история, когда мы себя сами толком-то не знаем, и партнёр, кстати, не очень в курсе, потому что и мы тоже не в курсе. И получается такая сложность, когда я не могу выразить, что я чувствую, или что я хочу, и что мне вообще надо, партнёр тем более не может догадаться, и получается даже не то, чтобы какие-то скандалы и ссоры, а в принципе вот такая тихая, холодная война, ну вот, и именно как раз это вражина лютая, мой партнёр, и, соответственно, я для него тоже. А вот когда мы начинаем изучать себя и понимать, что ага, так оказывается, мне надо, ну, из разряда даже вот здесь меня надо погладить, в таких моментах мне надо сказать доброе слово, вот сейчас в такие моменты со мной не нужно вообще разговаривать, здесь я должна уйти там в комнату, посидеть, успокоиться, чтобы не убить его там, не заколоть, да. Вот эти вещи, когда мы про себя начинаем понимать, становятся реально проще. Ну и, соответственно, когда мы узнаём себя и даём эту важную, ценную информацию партнёру, и точно так же партнёр, видя, как мы себя изучаем, как правило, это в паре так работает, партнёр обычно не сильно хочет что-то там изучать, да, когда он видит… Ну и он приходится. Ну и он приходится, да. Ну когда вот, ну как у меня, допустим, это работает в браке, да, то есть когда муж видит, что работает, реально работает, так почему бы не включиться, и тогда он немножечко там в психологии где-то начинает включаться, и мы что-то начинаем делать совместное в этом, ну и действительно это даёт результат. И ещё второй момент, пока сейчас про это говорила, вылетел, сейчас я вспомню. По поводу вот этой близости я хотела сказать, что мы часто слишком большие ожидания навешиваем друг на друга, который вообще не связан на самом деле с реальной жизнью, ну, понасмотревшись каких-то фильмов, вот каких-то сказок начитавшись, да, вот этого всего. И мы вот эти ожидания все введём в наши отношения. И часто это касается и интимной жизни, очень часто, и, ну, в принципе, как таковых отношений, или совместных тусовок, ещё чего-то, да, то есть вот я хочу, чтобы он меня там на Мальдивы там отправлял, да, насмотревшись где-то там в соцсетях, там, я хочу вот это, а может быть тебе и не нужны, может ты в лес вообще хочешь. Ну, то есть вот этот момент насмотренности какой-то излишней, он часто бывает таким камнем преткновения в отношениях, поэтому вот здесь тоже момент очищать как-то вот эти свои ожидания и действительно разбираться в том, чего мы хотим. Ну и, конечно же, совместные вот эти вещи как паре. Да, порой пара действительно не знает о базовых принципах брака. То есть люди думают, что брак – это что-то весёлое. Нет, брак – это прикольно, брак – это весело, брак – это круто, брак – это безопасно, но брак – это семья, понимаете? И в семье должно быть безопасно, в семье должно быть тепло, в семье должно быть предсказуемо, в семье должно быть хорошо, в семье должно быть близко и так далее, но не всегда это весело. Весело, помните, как раньше ты говорила, мам, мне скучно, ты говорила, иди на улицу. Ну, типа, дома мой пол, если тебе скучно, ну вот. То есть брак – это некая безопасная обстановка, где мы друг с другом проводим совместное время. Но, ребята, не всё весёлое существует только в браке. Бывает так, что пара вступает в отношения, и, имея вот какие-то ожидания, о которых ты говоришь, они пытаются вычерпать друг от друга, а почему мы туда не ходим, мне не нравится мне туда ходить. Иди сама, пожалуйста. Я вообще, я люблю, например, там, рыбалку, да, там. Я не люблю музыку. Ну, в этом случае у мужчины было как бы не было выбора. Но это про то, что он втянулся, да, то есть если бы он все 60 лет не любил и ходил, ну, я думаю, что это не так. Он полюбил. Но вот это вот ощущение, что мы должны друг другу обязательно давать, развлекать, вкладываться и уделять всем потребностям партнёра время, ребят, так не работает. Это должны были делать наши родители. В отношениях я могу давать часть безопасности, совместности, уважения, но все потребности удовлетворять партнёр не может. Это невозможно. А люди, которые ожидают от партнёра удовлетворения всех своих ожиданий, часто оказываются разочарованы. Но в этом-то и прикол брака. Что брак – это совместность. Но всё остальное, это не отменяет что-то делать, должен делать сам. Я знаю ещё, что в эту тему хочу добавить. А ведь на самом деле брак – это же в каком-то смысле, ну, не в каком-то, а во многих смыслах и ограничение. И на фоне этих ограничений очень часто приятно воспринимать другую действительность. Ну, например, с мужем там какие-то есть ограничения, а потом пошла с подружками гулять. И ох, как классно, я сейчас без семьи, без детей отдыхаю. То есть брак тоже даёт возможность на контрасте почувствовать какую-то такую радость. Тоже же есть такое. А когда ты без отношений, ну, тебе всё можно. Хочу халву ем, хочу пряники. Ну, то есть я к тому, что везде можно найти что-то такое. И ещё важный аспект. Я провела домашнюю работу, спросила у моего супруга, как ты думаешь, почему до сих пор мы друг друга не убили и до сих пор находимся в нашем браке? И он сказал, потому что мы разговариваем. Я заулыбалась, потому что не сразу он такого мнения был. Но вот я к чему? Я к тому, что действительно разговаривать очень важно. И при том разговаривать не только, вот я там зацепилась за вот этот момент, где про газеты что-то там было, что вот он мне обязательно прочитает. Да, у меня тоже в семье есть такое, поделиться новостью какой-то. Но не только это важно, но ещё и, в принципе, разговаривать вообще вот, ну, как про отношения, про интересы, вот какие-то такие вещи. И в том числе у меня просто последнее время у клиентов истории вот про сексуальную жизнь. Вот у всех вот прям какая-то поголовная, даже есть уже ответ там, что делать. Ну, в общем, они приходят и говорят, что вот невозможно там, что-то вот всё разладилось. Все же приходят с этими ожиданиями, что вот у нас будет роман, и мы всю жизнь на этой страсти, 64 года, каждый раз, как в первый день. Но этого не происходит. И там кто-то говорил, Фредерик Бигбедер, да, что любовь живёт три года. Ну, как бы мы ни смотрели, да, вот на историю про гормоны, да, то есть уже это хорошо изучено. То есть мы понимаем, что вот в отношениях таких зрелых меняется это всё. Где-то там уже не семь раз в неделю, не семь раз в день, а пореже, 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 и как бы да. Но это не значит, что люди там друг друга не любят. Но всё равно у многих есть это ощущение, что как это, если не семь раз в неделю, то значит уже всё, любовь прошла, и что нам теперь разводиться или что делать. Но на самом деле важно разговаривать, и об этом тоже. А вот об этом говорить очень сложно, ну, согласитесь, даже если это супруг, даже если близкие отношения, но говорить вот так вот впрямую об этом очень-очень сложно, потому что не только сама тема табуированная, да, но ещё и стыдная, да, такая. Но ещё и задеть чувства, обидеть. Но там же есть уязвимость, конечно. Да, да, очень глубокая причём такая уязвимость. Мне кажется, можно таким словом ранить так, что мало не покажется. И поэтому это тоже как бы показывает, насколько в браке должна быть эмоциональная безопасность. То есть предсказуемость реакции партнёра, предсказуемость, не надо путать со скучностью. Это не про скуку. Про понимание, да. Что он настолько скучный, что он предсказуемый. Но не вот эта вот история. Предсказуемость – это когда я чем-то делюсь, когда я что-то важное говорю, и я получаю в ответ, ну, как бы неожиданный удар в поддых, да, там, типа «А я тебе говорила?» Или там «Да ты всегда…» Вот это классические фразы, да, вот «Ты всегда», «Ты никогда». Да, вот это… Что это за маркеры? Они показывают, что партнёр интерпретирует моё поведение как угрожающее. И я начинаю тоже как бы дистанцироваться в моменте, когда он так произносит, потому что никому не нравится, ну, такое сверхобобщение вот это, когда моё поведение пытаются проинтерпретировать как нечто плохое. И в парах вот это вот, наверное, самое частое нарушение, которое, кстати, потом ведёт часто и к сексуальному напряжению, потому что одно дело – это гормоны, действительно, ребята, другое дело – это секс, который основан на чувстве безопасности и вот этой открытости, уязвимости, но при этом безопасной уязвимости между партнёрами, когда ты можешь не просто там поговорить о проблеме, «Ладно, уж с проблемами-то мы разобрались», когда ты не можешь поговорить даже о желаниях каких-то. Вот это сложнее. Чтобы прожить, да, счастливую супружескую жизнь, наверное, нужно сначала выбрать супруга верным образом. Наши, да, герои, много о них сегодня говорим, замечательно, ориентировались на привлекательность друг друга и на схожесть интересов. Кто-то у кого-то перенимал, в итоге они какие-то совместные занятия сформировали. Какие бы вы рекомендации дали, как выбрать того самого, ту самую? Как пойти, интересно. Это как название для какого-то классного женского тренинга, как выбрать того самого. Но на самом деле, если так пробежаться тезисно, мы не будем вдаваться прямо в самую глубину. Триториал не дадим. Да, тут мануал поселения психотерапии. Но я скажу три вещи, может быть, они будут наиболее подходящими. Первое – это действительно эмоциональная похожесть. То есть вот эта эмоциональная похожесть, я имею в виду в плане, как мы себя ведём. То есть когда мне понятны эмоциональные реакции, я могу их как-то проинтерпретировать. Вот эта эмоциональная похожесть имеет большое значение не только для первой встречи и формирования влюблённости, но и на будущее. Потому что когда мы вот здесь пока хи-хи-ха-ха, всё хорошо, но потом, когда мы сцепимся, вот эта эмоциональная похожесть, она сыграет с нами очень важную вещь. Мы будем понимать друг друга больше, потому что если другой человек сильно-сильно отличается от меня в плане эмоциональности, ну, например, я сильно закрытый, а моя жена сильно открытая, вот это беда прямо. Потому что либо придётся подтягиваться, либо придётся находить вот тот самый компромисс, который, как слово, никто не любит. Второй фактор всё-таки это фактор хорошего понимания совместных целей и общей ценности. Потому что если пара, это я уже говорю не про влюблённость, а в целом про стабильность отношений, вот когда мы смотрим в одном направлении, нам намного легче преодолевать трудности, потому что это направление предполагает, что где-то далеко мы видим цели, ради которой мы всё это делаем. Например, обучение, например, жизнь, например, там, постройка дома, например, совместная дача, о котором как раз говорили ребята. Вот. И третье, очень важное, это как бы хорошее понимание родительских сценариев за плечами. То есть когда каждый из нас понимает, какой бэкграунд мы тянем с собой из своей семьи, и мы можем отделить этот бэкграунд, отделить вот это вот представление о браке от реального партнёра и при этом найти какой-то хороший общий знаменатель между нашим воспитанием, да, у меня там, например, папа вообще не сидел по воскресеньям за столом, потому что он там любил лежать, да, а вот у моей жены, например, есть традиция такая, да, вот когда я научусь отделять моё воспитание, воспитание моей жены, и мы сможем сформировать своё собственное воспитание, это классно. Вот три основных фактора. Это уже для брака, для любви, да, но для брака важнее. Ищем партнёра, с которым схожие эмоциональности. Интересы, не только интересы, цели, ценности, эмоциональная стабильность в плане похожести эмоциональных реакций и способность понимать семейное воспитание за твоими плечами, чтобы отделять от реального партнёра. Третье, это вообще очень долго искать надо, да, согласна с коллегой? Я согласна полностью, со своей стороны, наверное, от обратного скажу. Почему-то мне так пришло на ум сейчас. Кого не ищем? Не то, что кого не ищем, а сейчас объясню, что я имею в виду. Кого не надо брать. Ну вот, допустим, да, как часто, когда приходят там на консультацию, говорят, вот так и так, мы там год вместе, у нас такие проблемы, вот оказывается, он абьюзер, там все шпаголовно сразу уже с диагнозами, все приходят, все абьюзеры, вот это всё. И выясняется, что изначально человек, ну, условно говоря, говорил, что по воскресеньям я лежу на диване, там вообще никогда в жизни в кино я не пойду, потому что я считаю, что это ерунда, там. Ну и вот такие какие-то вещи базовые, в принципе, озвучивал. Но девушка надеялась, что этот проект возымеет какую-то награду, потому что она переделает, подредактирует, что-то уберёт, что-то добавит, изменит человека, и вот, ну, как Господь Боженька. Да, это ладно, она же ещё может, или он может ждать, что из-за любви он сам, или она сама. Да, да, это просто, да, во имя любви, исцеляющая любовь, вот это как из кино, она придёт, и вот мы все поменяемся, вот. Но она-то нет, потому что всё в порядке с ней, а он абьюзер. В итоге оказывается, что всё наоборот, ну, это треугольник у Кармана, там вообще всё интересно. Но мы не будем умными тезисами говорить. Просто идея в том, что если вы изначально видите, что что-то не то, всегда звоночки вот такие, они огромные, они прям звенят под ухом и говорят, что-то не то, здесь что-то не то, всегда. И мужчины, и женщины всегда всё это чувствуют. Но, говоря про последний, самый сложный пункт, про семью. Там же тоже, там, всегда же говорят, посмотрите на маму, да, и все такие, ну, мама как мама, или там, не, мама, конечно, капец, но ничего страшного. На самом деле страшно, страшно, потому что, ну, это же выходец из этой семьи. Поэтому здесь не то, чтобы вопреки, там, или, да, во благо как-то, но сама мысль, просто обратите на это внимание, и готовы ли вы с этим потом вот в долгострой идти. Точно вам это окей? Но если сразу не окей, то примите, что ничего не поменяется. Это точно так же, как даже с сексуальной жизнью, когда вот что-то сразу не ладится, ну, ничего, мы это всё подтренируемся, и у нас всё получится. А в итоге оказывается, что нет, потому что, ну, предпочтения там совершенно разные, да, и вот эти моменты. И оно уже не наладится. Поэтому если сразу как бы нет, то лучше и не надо. Вот это первый критерий. А потом уже смотреть на всё, ну, и там влюблённость, да, и вот дальше уже выстраивать брак согласно рекомендациям Игоря. Да, но это не значит, что наши с тобой слова означают полные запреты. Это лишь критерии, на которые можно ориентироваться. Но есть маленькая, но на самом деле тоже важная вещь, которая все эти критерии способна преодолевать. Вот. И это не любовь. Драматургический ход. Драматургический ход. Нет, это не, я бы сказал, это не влюблённость. Это вот та самая настоящая любовь, которая есть. Вот по фильму, который мы смотрели, там есть маленький элемент, в котором женщина говорит такие очень важные слова. Она говорит, что когда я начала это делать с уважением, когда я начала это делать потихоньку, помаленьку, обучая его, помогая ему, уважая его, или когда он об этом примерно то же самое говорит. То есть очень важно, что все эти критерии, мы можем научиться с ними жить. Согласно Готману, который, в общем, изучил миллиарды, ну ладно, это громко сказано, много очень счастливых пар, 60% вещей в парах не меняются. То есть есть привычки, есть недостатки, которые будут всегда. Но такие пары всё равно живут и счастливы. Что им помогает жить счастливо? Вот это маленькая, но важная вещь. Способность уважать другого в его разности со мной и при этом находить какую-то совместность ради чего-то большего. Вот та самая командная работа, основанная на уважении, на тепле, на любви, на... Ну просто на знании того, что ты безопасна, да, и мы с тобой вместе можем это преодолеть. Недостатков всегда много, ребят. Мы все очень разные. Идеальных людей не существует. Давно уже пора это признавать. Нам всем по 30, мы уже всё видели. Поэтому, когда мы говорим о взрослости, критерии, которые мы называем, являются отправными точками для возможности к диалогу в основном. Продолжим наш разговор о том, как построить крепкие отношения, долгосрочные, через несколько минут. Продолжаем разговор о том, как построить долгосрочные, крепкие, тёплые семейные отношения. Много говорили уже о совместном, да, о совместных ценностях, целях, о совместных занятиях. Наша пара, да, утверждает, что это то, что в основе их брака находится. Вот насколько, да, действительно это важно, иметь между собой что-то общее, какие-то интересы, которые объединяют. Объединяют ли они, да? Ну, объединяют в любом случае, но можно ли без них? Без них можно, потому что объединяют нас не столько сами совместные интересы. Приведу пример. Очень много пар думают, что гулять с детьми по парку – это прям хорошо. Вот. Звучит хорошо. Звучит хорошо. Мне всегда это хорошо. Иногда это просто такая обязанность. Вот когда пара придумывает совместность, опираясь на то, как нам кажется правильно, получается, ну, не очень эмоционально заряженным. Потому что мы пользуемся, как бы, стереотипными мнениями, что такое парная жизнь. Принятая. Да, общепринятые формы. Гулять с ребёнком по парку, там, ехать куда-то, потому что, ну, все пары ездят же со всеми, да, вот у нас же есть парные друзья, парные там что-то ещё. Вот. Если мы идём через вот эти стереотипные формы совместности, то часто там нет эмоций. Поэтому я иногда парам рекомендую искать свои собственные персональные, вот эти вот совместные моменты, которые их реально эмоционально объединяют. Потому что совместность, она не про форму. Она про способность между партнёрами разделить какие-то эмоции. Это может быть реально дача. Но это дача, потому что там они совместно кайфуют. Они прям переживают какую-то совместную эмоцию. Некоторые пары им нравятся просто, например, там по горам лазить. Ну, вот прям нравится им. Вот оно их объединяет. То есть совместность, она должна идти не от договорённости, а от совместных поисков, что из того, что мы делаем, рождает реально совместные переживания. Объединяет пару именно переживаний, вот, а не такие, знаете, стереотипные формы. То есть ещё не занятия, а эмоции в этих занятиях? Именно совместные эмоции, да. Потому что бывает так, что это какая-то поездка в Приморье, например, но она такая, ну, стандартная, 50 лет подряд, и что-то вот предсказуемо, уже по-плохому предсказуемо, да, и уже нет вот этой эмоциональной заряженности. А именно ради этого мы собираемся в браке-то. Эмоциональное вот это вот совместное переживание, это то, что рождает для нас какие-то приятные ощущения. Это процесс поиска. Ведь иногда пара заходит в отношения, да, имея какие-то уже сформированные совместные занятия, но потом они развиваются, и они могут меняться. Вот иногда интересы расходятся, как их искать. Ищем, где откликается общее. Ищем, ищем. Ну, здесь, наверное, важно признавать, что у нас, ну, где-то мы буксуем. То есть иногда вот, когда мы начинаем честно признавать, очень много пар неоткровенных на самом деле. То есть прикол-то в чём, да? Прикол проблем в парах в том, что кто-то из них не признаёт откровенно, что у нас беда, что что-то вот буксуем, что-то нет. И вот если пара взаимно, честно признаёт, что мы буксуем, что у нас как-то, ну, не клеится, как-то грустно, как-то скучно, то тогда они оба, опять же, как команда, могут вместе поискать что-то. А поиски там бывают двух видов. Первое – методом перебора. Ну, типа, не знаем как, ну, давай пробовать, ну, чё. Либо второй вариант – методом интереса, методом вовлечённости. То есть смотрим, что нас совместно влечёт. Или что влечёт каждого из вас по отдельности, но мы попытаемся как бы вместе это делать. То есть методом экспериментирования. Вот два варианта. И они всегда стандартные на самом деле. Бывает, что пары вообще нет общих интересов. Такое тоже бывает. И мы вот либо вот туда идём, признавая, что мы хотим найти, либо сюда. Но непременно нужно, я так понимаю, их искать. Однозначно нужно. Ну, вот Игорь то, что сейчас сказал, мне сразу вот я вспомнила, как в моей жизни появилась рыбалка. То есть я вообще категорически относилась к этому. Ехать на рыбалку, что-то где-то там спать не пойми где, вот это всё какие-то сапоги по поясу, вот вся вот эта история, зачем это надо в глухом лесу. А муж как-то мне предложил поехать с ним. Вот он очень любит. Я думаю, ну, я же выслушала вот эти интересы, вот это часы просто, знаете, вот как подкасты, да, вот много-много часов. Хорошая реклама. Отличная реклама, вот. Но она меня как-то не цепляла. И я думаю, ну, это же любимый человек, надо попробовать. Я поехала. И я сразу сказала, я там вот не буду эту рыбу вашу ловить, по пояс ходить там в этой реке, это не моё. Я найду, как мне это захочется делать. Я поставила себе стульчик, ну, точнее, муж поставил. Я укрылась пледиком, взяла книжечку. В общем, я езжу на рыбалку, я кайфую. Мы обожаем вместе ездить на рыбалку. То есть, смотрите, интерес как бы один, но мы делаем там даже разные вещи вот на протяжении дня, зато вечером мы вместе там что-то с этой рыбой, там, едим её, допустим, да, сидим у костра, ну, вот, пьём что-нибудь тёпленькое, да, и кайфуем. Вот, пожалуйста. То есть каждый интерес можно, ну, как-то вот подвернуть так, чтобы он, как вот кубик Рубика, да, сложился для пары в комфортный такой общий интерес. Вот в любых, да, семейных отношениях, в любых парах возникают кризисы, из которых, да, разными способами и разными исходами заканчиваются. Некоторые пары не переживают это расставание. Вот есть ли такой вид проблем, да, которые, из которых всегда лучше выйти расставанием, или любую пару, можно любую семью можно спасти? Ну, это прям самый, наверное, сложный вопрос, потому что многие ассоциируют семейную психотерапию с некоторым волшебным средством, которое помогает парам реально остаться вместе. Я немножко развею этот миф. Семейная психотерапия ориентирована на качество близости между партнёрами, либо на способность выстраивать здоровую коммуникацию. Не всегда это происходит путём оставления брака. Иногда это происходит путём какого-то экологичного же человеческого развода с уважением партнёров друг к другу и нормальным разделением опеки над детьми. Потому что разводы имеют ровно такое же право на существование, как и браки. Поэтому пару можно спасти, вот если такой вот попробовать сформулировать короткий ответ на это и не вдаваться в сильные подробности, пару можно спасти, если у пары всё ещё есть вот эта готовность, готовность пробовать, готовность пробовать что-то делать совместно. Вот пару ещё можно спасти. Потому что, смотрите, есть коммуникация, а есть вот эта тяга. Вот ты моя, и я вот хочу ещё с тобой что-то коммуницировать. Есть коммуникация, с которой работает семейная психотерапия. Она отвечает на вопрос, как сделать так, чтобы наши отношения были экологичными. Но в глубине всегда у пары есть тяга. И вот если тяга ещё сохраняется у двоих, то семейная психотерапия помогает коммуникацию выстроить более экологичной. Но если тяга пропадает, то как не пытайся коммуницировать, тяги-то нету. И ты говоришь, ну, можно вот так, можно вот так. А тяги нету, и, наверное, всё, ребята. И тогда семейная психотерапия, когда тяги нету, она становится поводом выстроить коммуникацию так, чтобы уважать то, что тяги нету, а значит, это два разных человека. Но уважать друг друга при этом. В том, что нету, ну, и ладно. Зайдём с другой стороны, пойдём как-то другим путём, тоже взрослым, тоже человеческим. Я думаю, что вот ответом на ваш вопрос, какой-то вот конкретный, пока сохраняется тяга, пока сохраняется вот эта привязанность, пока сохраняется вот эта вот ещё небольшая вера в то, что мне всё ещё как-то отзывается человек, пару можно спасти. Но если она пропадает, вот ты хоть кол на голове чуши, ты хоть миллиарды часов ходи к семейному психотерапевту, но если у одного или у двух это пропало, то всё это воспринимается просто искусственностью. Ну, это как пытаться договориться, поиграть в хорошую игру, но никогда не садиться в неё играть. Да, да, вот так вот всё, вот так, а по факту нет желания. Вот. Согласна с коллегой? Полностью согласна. Более того, ну, ко мне чаще попадает кто-то один из пары, ну, чаще так. И я недавно на интервью, мне задали вопрос, вот в последнее время психологи, вот люди приходят, и психологи, значит, что-то такое говорят, и потом люди разводятся. Но на самом деле психолог-то что может сделать? Он только поможет подсветить, ну, как бы, да, вот этот страшный момент, задать вопросы, на которые ты сам ответы, ну, вот теперь уже знаешь, но до этого не знал и не задумывался никогда. И вот когда выясняется, что этой тяги нет, там действительно ничего не сделаешь. Но признать, что её оказывается уже давно нет, может, уже лет 10 её нет. То есть, ну, вот брак просто это вот лошадь, которая сдохла, и она всё ещё вот как бы там, ну, лежит куда-то, тащится, да, за повозкой. Вот, ну, в этом месте как-то и грустно. И с другой стороны, хочется, наверное, поддержать в этом месте людей, которые принимают сложные решения о разводе. Потому что, ну, разводом же жизнь всё равно не кончается. Мы, конечно, можем сохранять брак, и 64 года это очень здорово, но бывает так, что мы разводимся, и у нас другой брак возникает. Это же тоже шанс как раз-таки уже, ну, на 64 года, может, уже и не успеешь, да, чисто по времени, но всё же тяга, её исчезновение же не внезапно происходит. Вот как этот... Конечно, нет. Есть ли какой-то способ? У меня есть метафора даже для этого. Вот под тягой подразумевается не только, ребят, любовь, да, сколько вот это вот большая, такой большой канат под названием привязанность, связь, связь между нами. У меня есть метафора, что тяга – это некий такой стаканчик. Вот в нём есть вода, которая, ну, всё ещё есть, да, вот. Но каждое событие немножко отливает эту воду. В конце концов, воды уже нет. И когда она совсем пропадает из стакана, да, ну вот тогда, как говорится, вот как ни крути стакан, вода не появится. Бывает так, что любовь проходит. Бывает такое. Иногда из-за того, что пара бесконечно находится в конфликте или в цикле конфликтов, когда у них конфликты, они, знаете, по любому поводу, но всегда одинаково эмоционально тяжело. И вот с каждым таким циклом у пары постепенно уходит вот это вот внутреннее содержание топлива, да, которое поддерживает нас вместе. Вот. Иногда мы можем его удержать. Если мы цикл вот этого конфликта прекращаем, да, если мы научаемся по-другому, более здорово строить отношения, выражать мысли, выражать чувства, выражать ожидания, становиться предсказуемым эмоционально. На что жалуются мужчины часто? Ну вот, там, ты про женщин говоришь. На что жалуются мужчины часто? На непредсказуемость эмоций женщин. Ну, то есть мы не понимаем иногда, почему ты вдруг там вскидываешь, так как «баааа», там что-то делаешь. Для мужиков непонятно и очень часто травматично, потому что мужчины не понимают эмоциональных связей. То есть для нас они незримы. И мужчинам некоторым полезно понимать и чувствовать эти связи внутри женщины. Когда полностью всё уходит, ну, конечно, там остаются только, ну, какие-то, наверное, уже уважения и такое некое ощущение родственности. Как из Пушкина, да, это сукин сын, но это наш сукин сын. Да-да. Вот. И иногда бывает так, что мы сможем прекратить этот процесс, научив пару более здорово выражать свои чувства. Иногда нет. Способы измерить, да, эту температуру в семье, когда она начинает снижаться, да, холодать. Я сейчас просто пока Игоря слушала, соглашалась, кивала и поняла, почему всё-таки в терапию чаще ко мне мужчины приходят. Я у них этот передаст, получается, они на мне тренируются, пытаются понять. Женщины. Да, да. На самом деле, мне кажется, что у нас вот эта температура, она всё время разная. Ну, имеется в виду, что? То есть бывает такое, что вот она прям там подзагасла, подзатихла, кто-то там любовницу заводит, ещё что-то происходит, ну, вот на кризисе, да, на каком-то, условно говоря. А потом раз там, и может это вот возродиться в какое-то прям повышенное. Я хотела просто спросить, а вот этот стакан, как ты считаешь, а он наполняется ещё чем-то? Конечно, конечно. Как его наполнить? Вот как раз, если метафору, давайте со стаканом, да, разберёмся со стаканом. Вот, наполняется, конечно, это не про то, что даётся какой-то потенциал, и всё, и ты его израсходовал, типа, ребята, ну, пока. Можно подливать. Можно подливать. Просто очень часто в циклах конфликтов, да, в вот этих парных проблемах мы только отливаем, да, и мы не подливаем ничего, потому что баланс между позитивным и негативным нарушен. И когда пара подливает, когда вот есть ещё хоть чуть-чуть там что-то, и пара подливает, и эта любовь оживляется, и это прям здорово. Я думаю, что баланс в браке – это как раз между вот этим подливанием и отливанием. Вот. Поэтому, да, поэтому я говорю, что наша задача семейных психотерапевтов, и я поддерживаю, да, иногда мы переводим послания, иногда психотерапевт выступает таким переводчиком с русского на русский между парами, потому что языки разные у всех. Хотя, казалось бы, один язык, да, но диалект – это совершенно разное, эмоциональное. И наша задача, как семейных психотерапевтов, помогать паре стабильно поддерживать эту температуру, чтобы не угасала вот эта вот тяга, влечение к друг другу. Иногда это удаётся, и удаётся чаще всего со всеми партнёрами, которым хватает сил и терпеливости для того, чтобы попробовать научиться чему-то. И вот эта дополнительная вода новоприбывшая – это как раз про совместные цели, ценности, эмоции. Да, совместные эмоции, узнавание друг друга. Главная проблема пар после пяти лет брака – это когда пара начинает не просто дистанцироваться, а настолько предсказуемо становиться, что ты забываешь, какой она была до знакомства. Ты думаешь, а, это мой. Вот это вот «это мой», «это Петя», «это Маша». И вот это вот, когда пара оживляет отношения путём наблюдения за своим партнёром не в браке, а за пределами брака. Блин, ничего себе, да, он же красавчик. Интересный человек, мой муж. Гордость возникает. И это мой, ну, типа, как вот в КВН, да, это на людях такой, да. Так что да, мы поддерживаем вот этот баланс. Мне кажется, получился очень интересный, полезный разговор. Спасибо вам. Это был проект «Сила в семье» с клиническим психологом и семейным психотерапевтом Игорем Любачевским и психологом, гипнотерапевтом Валерией Чернышёвой. Мы обсудили, как сохранить крепкие и качественные отношения с супругом на долгие годы. Ценности, поддержка, счастье. У меня такой мужчина всегда помогает. Кризисы, проблемы, непонимание. Стали в дом ходить чужие люди. Документальное кино о семейной жизни и экспертные советы от лучших специалистов города. Ну, есть маленькая, но на самом деле тоже важная вещь. И это не любовь. В проекте «Сила в семье» иoa. Кризис. Пょ burns тема. Продолжение следует. День